Арбалеты, картофельные пушки, дроны. Какие только средства не используются для передачи заключенным запрещенных предметов и веществ. В управлении медзаключения уверены проблемы запрещенных предметов и другие вопросы безопасности в тюрьмах можно решить, если реализовать проект новой тюрьмы в Лепое. Но ясности о нем пока нет. В латвийских тюрьмах находится почти 3,5 тысячи заключенных. Неполная тысяча из них ждут приговора, а 2,5 тысячи отбывают наказание. 59 из них осуждены пожизненно. Четверть заключенных работают. Половина работает у коммерсантов, половина хозяйственной обслуги. Мало или много. Это 25%, но это не значит, что только этим видом ресоциализации занимаются в тюрьме. 50% со всех заключенных еще и учатся, и в том числе учатся к профессии. Эти 800 человек работают за зарплату, и коммерсант платит за них налоги. Минимальная плата труда 50% от утвержденной в стране минимальной зарплаты. Рабочих рук не хватает, и коммерсанты заинтересованы больше трудоустраивать осужденных. Честно говоря, больше еще каких-то лишних помещений, которые подходят к требованиям коммерсанту данной отрасли, у нас больше просто нет. Бюро омбудсмена говорят, за последние годы многое в тюрьмах изменилось к лучшему. Но есть три большие проблемы, на которые по-прежнему жалуются заключенные. Услуги стоматолога. Сейчас заключенным оказывают лишь неотложную помощь. Это значит, либо дают обезболивающее, а в худшем случае вырывают зуб. Вторая проблема — иерархия. Новая тюрьма будет неизвестно когда, но у заключенных есть право уже сегодня отбывать наказание, не подвергаясь унижениям. Третий аспект, который нас беспокоит — запрещенные предметы, которые попадают в тюрьму. Это и телефоны, и ножи. Способы передачи в тюрьмы запрещенных предметов самые разные. Их выстреливают из арбалетов, доставляют с помощью дронов, проносят в одежде и обуви, в продуктах, технике. А запрещенные вещества, например, наркотики прячут под почтовые марки и пропитывают ими бумагу, отправляя письма. На свидания приходят члены семьи разных возрастов. Они приносят запрещенные предметы не только в еде и вещах. Нередко памперсы младенца пропитывают наркотиками. Бывает, 90-летняя бабушка вносит запрещенные вещества внутри своего тела. В управлении мест заключения говорят решить многие проблемы безопасности, можно построив новую тюрьму в Лепее. Проект однажды уже был свернут, однако агентство судов объявило повторный конкурс. Обойти строительство может в 137 миллионов евро. Деньги, деньги, деньги. И еще раз деньги. Еще не обсуждается бюджет. И это идея, что новая тюрьма уже давно светится здесь с Сейми. Но я не могу вам дать такой ответ сейчас, в данный момент, потому что у меня просто его нет. И соврать я вам точно не хочу. Яна Рубинчик, Кришин Ислаетис, Латвийское телевидение.